МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика, в студии Родион Архипов. Правительство России обсудило проект государственной программы развития физической культуры и спорта, разработанной Минспорта с участием региональных ведомств. Заседание транслировалось по телеканалу «Россия-24». Представляя программу, Виталий Мутко отметил, поставлена задача в ближайшие 7 лет практически удвоить количество граждан, регулярно занимающихся спортом. Необходимо также уделить особое внимание созданию условий для занятий спортом инвалидов. В обсуждение программы приняли участие члены правительства России, руководителей регионов. Глава Чуваши Михаил Игнатьев, в частности, отметил, что ее реализация даст дополнительные импульсы развитию спорта в регионах. Поддержка спортивного движения является одним из основных приоритетов в нашей работе. В Республике создаются благоприятные условия для того, чтобы спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью жизни каждого человека с целью формирования сильной, конкурентоспособной личности. За время действий в федеральной целевой программе реконструировано 50 спортивных объектов. Во всех сельских районах введены в эксплуатацию современные физкультурно-оздоровительные комплексы, что позволило сделать доступными занятия спортом для людей всех возрастов. Сегодня наблюдается настоящий спортивный бум как среди молодежи, так и среди пожилых. Для многих пенсионеров посвящение тренажерных залов и бассейнов стало одной из основных форм проведения досуга. Уже образовались неформальные клубы по различным видам спорта. За последние пять лет количество пожилых людей, ведущих спортивный образ жизни, увеличилось в более чем три раза. А всего по республике регулярно занимаются физкультурой и спортом более 30% жителей. Хочешь быть здоровым? Подружись со спортом, говорят у нас чуваши. Массовая физическая культура и спорт являются одним из наиболее эффективных и доступных инструментов укрепления здоровья нации. Это доказала действующая программа, которая положительно воспринималась спортивным обществом, да и соответственно населением. За время ее реализации в нашей республике более чем полтора раза снизилось количество дней временной нетрудоспособности, на 16% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, на 60% снизился уровень подростковой преступности. Если в детстве и юности человеку привить любовь к спорту и здоровому образу жизни, то в будущем ему легче раскрыть свой потенциал, добиться успеха, самореализоваться. Систематические занятия спортом развивают лучшие человеческие моральные качества, дисциплинированность, волю к победе, мужество, целеустремленность. В этой связи представляется особенно важная государственная поддержка детско-юношеских спортивных школ. В нашей республике мы передали на баланс ДЮЦ США все 24, а это 100% построенных физкультурно-спортивных комплексов во всех муниципальных районах. Это позволило укрепить материально-техническую базу спортшкол, снизить управленческие расходы, увеличить количество тренерских ставок. Самое главное, обеспечен доступ детей бесплатным занятием спортом в комфортных условиях. Но в то же время мы понимаем, что предстоит сделать еще многое. Необходимо продолжить строительство и реконструкцию объекта спортивной инфраструктуры, повысить доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан. В этой связи большая надежда возлагается на обсуждаемую государственную программу развития спорта. На наш взгляд, это цельный, хорошо сбалансированный документ, который дает дополнительные стимулы поддержки физкультуры и спорта в регионах. В том числе, развитие оригинальных центров олимпийской подготовки по базовым видам спорта. В нашей республике определены 10 таких видов спорта, развитие которых получает значительную государственную поддержку. Создание достойных условий для тренировок позволит значительно повысить качество подготовки спортсменов для сборных команд страны. Все эти моменты отражены в обсуждаемой государственной программе, основные индикаторы, которые мы считаем реалистичны и вполне достижимы. Мы поддерживаем данную программу и готовы активно участвовать в ее реализации. Сегодня же в Москве глава Чувашия Михаил Игнатьев обсудил с председателем правительства России Дмитрием Медведевым итоги 2012 года текущие вопросы социально-экономического развития республики, а также перспективы реализации на территории Чувашия ряда значимых проектов. В частности, Дмитрий Медведев дал поручение федеральным отраслевым министрам рассмотреть возможность выделения средств на софинансирование реконструкции здания Центральной городской больницы в Чебоксарах, а также на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Чувашской республики за счет средств федеральной целевой программы «Чистая вода». Работа управляющих компаний, очереди в детские сады, уборка улиц и прилегающих территорий – основные проблемы, которые горожане хотели бы обсудить с сити-менеджером столицы. Очередная прямая линия главы администрации продолжалась два часа. Алексей Ладоков успел ответить на 48 вопросов. Первый же дозвонившийся поставил вопрос ребром. Речь идет о безопасности жителей Чебоксар, и полумерами здесь ограничиваться нельзя. Но мы же уже десятки лет травимся ртутью, и вы в том числе. И никому до этого нет дела. Вопрос-то с этими, с утилизацией ртуть, содержащих ламп, не решен. Это направление мы знаем. Действительно, этой проблемой занималась фирма «Меркурий». Действительно, они брали средства за это. Сегодня мы формируем несколько земельных участков в городе от пункта приема ртутью, содержащей продукции. Мы хотим это создать при управляющей компании, пункты приема. Чтобы управляющие компании занимались приемом и утилизацией этих ламп. Не нравится горожанам реклама, которая заполнила остановки общественного транспорта, стены в переходах и подъездах. Специально отведенных мест для расклейки объявлений предпринимателям недостаточно. В погоне за эффективными продажами частники забывают о чистоте города. Борьба с нарушителями ведется, объясняет администрация. Вот только средств воздействия явно недостаточно. Возможно, пора ужесточить штрафы. С недовольством говорили о программе переселения из аварийного и ветхого жилья, конкретно из дома 31 по улице Фучика, который в прошлом году обошли стороной. Алексей Ладогов пообещал, вопрос возьмут на контроль. Житель улицы Карла Маркса пожаловался. По ночам в уютном и тихом центре города невозможно спать. Кафе, расположенное по соседству, начинает развлекательную программу после 23 часов. Жильцам это, конечно, мешает. Ответ был кратким, разберемся. Кроме жалоб были и предложения. Зинаида Степанова обратила внимание городских властей на необходимость построить реабилитационный центр для инвалидов. Пока у нас есть только детский. Сегодня действует программа «Доступная среда» на уровне республики. В том числе идет федеральное сфинансирование этой программы. Объем средств там, конечно, не такой для того, чтобы строить реабилитационный центр. Но вообще эти моменты рассматриваются на уровне кабинета министров. Мы ваше предложение услышали. Чебоксарцев волнует и отношение городских властей с антимонопольной службой. Попыток УФАС привлечь столичную администрацию к ответственности было немало. Впрочем, рассмотрение многих дел заканчивалось в пользу администрации. Тем самым отстаивались интересы самих жителей. В 2012 году нами было рассмотрено 85 тысяч обращений граждан. Мы приняли 4651 решение в виде постановлений, в виде распоряжений. УФАС опротестовал, как я уже отметил, более 70. Причем около 30 он уже проиграл. Если смотреть на эффективность, то с 4650 распоряжений мы проиграли меньше, чем 1%. Если смотреть эффективность возбужденных против нас дел, то получается более 40% дел, возбужденных против администрации, признаны недействительными. В ходе прямой линии разобраться с вопросами и предложениями сразу же удалось лишь в отдельных случаях. Остальные переданы соответствующим структурам. Контролировать решения и исполнение вопросов и предложений будет сам глава администрации Алексей Ладоков. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. Мошенничество в крупных размерах, преступления коррупционной направленности в сфере ЖКХ, нецелевое расходование бюджетных средств. Эти и другие правонарушения были и остаются в центре внимания полицейских. С некоторых пор к этим деяниям прибавились махинации с материнским капиталом и другие приметы времени. О том, как сработали в прошлом году, сотрудники соответствующего управления МВД рассказали журналистам. По данным управления, растет число преступлений, выявленных в сфере экономической безопасности. В прошлом году их 1774. Большинство из них квалифицируются как мошенничество в финансовой системе. В коррупционном блоке зарегистрировано 640 преступлений, из них сотню случаев непосредственная дача взятки. При этом взятничество имеет признак неоднократности. Как правило, один фигурант показывает несколько эпизодов. Ущерб составил общий по оконченным делам 1,2 миллиарда рублей, который был возмещен на 68%. Эти показатели позволили, у нас сейчас наше подразделение в Российской Федерации разделено на 6 групп, мы входим в пятую группу, занять нам первое место в нашей группе. И занять одну из лидирующих позиций в Российской Федерации по линии нашей работы. Аферы с материнским капиталом также доставляют полицейским немало хлопот. Как отметил начальник отдела, уличить организации в махинациях не всегда легко. В отношении двух предприятий, построивших бизнес на обналичивание маткапитала, возбуждены уголовные дела. Сейчас проводится проверка по шести таким организациям. Ведется работа по пресечению проведения азартных игр под видом букмекерских контор, интернет-клубов. Сложность заключается в том, что закрытие игорных объектов и санкции не останавливают бизнесменов от создания новых подпольных казино. Видимо, наказание недостаточно жесткое. Таких игорных салонов, как раньше нету, как раньше были. Это в основном законспирированные адреса. Их мы привлекаем к административной большей частью ответственности. Для того, чтобы набрать уголовную ответственность и привлечь, нужно, это по статье 171 прим, нужно набрать сумму полтора миллиона дохода и в крупных размерах 6 миллионов. К сожалению, вернее, к радости для предпринимателей, что у нас такие проверки яркие разрешены раз в три года. То есть организовываются предприятия, через три года к ним могут только прийти с проверкой. И очень многие фирмы-однодневки разрешены раз в три года. То есть организовываются предприятия, через три года к ним могут только прийти с проверкой. и очень многим нашим государствам тем извращение людей, которые пытаются это обойти. Сотрудники управления продолжают борьбу с преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Самые распространенные преступления в этом блоке – хищение, присвоение, растрата мошенничества. Как правило, их совершают руководители управляющих компаний, товарищи собственников жилья и муниципальных унитарных предприятий. Способы воровства денежных средств, собираемых с населения на оплату коммунальных услуг, самые разные. Но, как отмечают полицейские, и сами жильцы стали куда более подкованными в экономическом плане. Заподозрив неладные, они все чаще обращаются с жалобами в различные инстанции. Денифа Тагерова, Андрей Спиридонов, Республика. К другим новостям. В век современных технологий и больших возможностей люди все больше понимают, насколько важно сохранить историю в ее подлинном формате. Обрывки бумаг, старые фотографии, документы, которым сотни лет. Все это реальные факты из прошлого, которые бесценны. Уже на протяжении 90 лет архивные службы собирают и изучают попавшие к ним материалы, чтобы в подлинном свете показать историю нашим потомкам. История не знает границ, не чувствует времени. Все, что происходило сотни лет назад, по сей день вызывает интерес не только у ученых-историков, но и у обычных людей. Сегодня каждый из нас может прикоснуться к задокументированным фактам, благодаря большому труду и терпению сотрудников архивной службы. На протяжении многих лет они собирают и хранят бесценные доказательства важных исторических событий. Архивы по праву называют сокровищницей документальной памяти. Постоянно студенты исторического факультета у нас бывают. Иногда так и говорят. Вот одна лекция, одну слушаем, а когда один раз посмотреть, все известно. Особенно по тематике, по великой честной войне, по истории. Очень интересные кадры у нас есть. Хроникальные документальные кадры. Вот все это к их услугам. В Чувашии хранится более двух миллионов дел. Самый ранний документ датирован 1639 годом. В ценных бумагах, фотографиях и хрониках отражаются не только события тех времен, но и характеры людей, творивших историю. Архивы и сегодня пополняются новыми исторически значимыми документами, которые позволяют не только сохранять историю Чувашии, но и открывать новые факты из жизни наших известных земляков. У нас была переписка с родственницей известных цивильских купцов Курбатовых. Джеймс Леви, фамилия у него сейчас такая. И она нам предоставила в электронном варианте документы вот как раз рубежа 1900 года. Получаются очень интересные снимки, которые отражают жизнь, быт цивильских горожан, купцов. Такие личные документы вдвойне ценны для истории. Ведь почти в каждой семье сохранились пожелтевшие фотографии, семейная переписка, рукописи, удостоверения, наградные листы. Часто они теряются или уничтожаются. С ними исчезает культура, традиция, дух эпохи. Но этого можно избежать, передав важные для истории документы на хранение в архивы Чувашии, где для этого созданы все условия. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Поздравления, цветы, праздничный концерт, почетные грамоты сегодня в Республике чествуют работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. У них общий профессиональный праздник и есть повод отметить достижения. Работникам торговли, бытового обслуживания и ЖКХ сегодня оказывают почетный прием. В фойе филармонии выставка продажа. Победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов представляют себя и свой товар лицом. Преимущество на стороне общественного питания. На ароматные запахи быстро слетаются посетители. У нас все блюда, дары нашего края. Вот с Волги, вот у нас шука, грибы из леса, мясо тоже наше, чем еще варское. Рыба вольская, вольская, овощи наши все, которые у нас растут. Национальные блюда и напитки, национальная одежда и другие изыски. Посмотреть и оценить есть что. За всем этим стоят люди, которые формируют имидж республики на российском и международном уровне. Без них не обходится ни один спортивный или какой другой праздник. Сегодня настроение создают собравшимся в филармонии. В ходу комплименты, улыбки и поздравления. Это и есть праздник, это опять-таки контакт, это живое общение с людьми. Когда каждый человек подходит и говорит, о да, это фирма, это приятно. Потому что это не только личное твое восприятие этого момента. Когда восторгаются работой фирмы, всем этим достижением. И ты участник этого события. Что может быть еще лучше на данный момент? Торговля и сфера питания динамично развиваются. Число специализированных предприятий увеличивается, что влечет за собой появление новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Большая ответственность лежит на работающих в сфере ЖКХ. Отрасль претерпевает кардинальные изменения. Отличившимся сегодня вручают награды. Год был результативным, признают собравшиеся в зале. Но впереди еще более серьезные задачи, которые потребуют немало усилий, полета фантазии и труда. Ольга Григорьева, Леонид Клейман, Республика. Имя этого живописца, графика и рисовальщика известно и в нашей республике, и за пределами России. Алексей Афанасьевич Кокель не только основоположник чувашского профессионального изобразительного искусства, но и организатор высшего художественного образования Украины. В Чебоксарах прошла научно-практическая конференция к столетию его самой знаменитой картины в Чайной. Первоначальное название этого произведения искусства – «Чайная». Именно эту картину Алексей Афанасьевич представил в качестве дипломной работы 100 лет назад. В 12-м году прошлого столетия Кокель стал первым чувашим, окончившим Российскую императорскую академию художеств. За это произведение на конкурсной выставке Академии художеств в 1912 году Алексей Афанасьевич получил звание художника, первую золотую медаль и был направлен за границу. После обучения во Франции, Германии и Италии Кокель по рекомендации Ильи Репина становится преподавателем Харьковского художественного училища. Затем создает первый художественный вуз в Украине и занимает должность ректора. Художник – это явление интернациональное. Не по национальному признаку, а по его творческому наследию. А творческое наследие Алексея Афанасьевича, оно действительно настолько многогранное. Он в своем творчестве рассматривал произведение в чайной. Это абсолютная хрестоматийная академическая работа в духе Императорской академии художеств. За сто лет картина побывала на различных международных художественных выставках и музеях. Предпоследний адрес – Саратовская область, Вольский краеведческий музей. Вернуть картину на родную землю оказалось непросто, но реально. С 1980 года и по сегодняшний день оригинал, 12 этюдов и эскизов в картине хранятся в Чувашском государственном художественном музее. Многие работы художника имеют двустороннее изображение, потому что за неимением холста, от того, что художник все-таки бедствовал, и это часто так практиковалось, что холст используется на двух сторонах. Я вам сейчас это продемонстрирую. Можете это вот посмотреть. Пожалуйста. О секрете двустороннего эскиза картине в Чайной догадываются далеко не все. И кто знает, может, при дальнейшем изучении наследия Кокеля станут известны и другие тайны его творчества. Екатерина Мытикова, Андрей Шоклев, Республика. Лучше предупредить, чем лечить. Каждый чебоксарист старше 21 года может пройти диспансеризацию в городской клинической больнице номер один. Причем абсолютно бесплатно. Диспансеризация проводится раз в три года для разных возрастных категорий, а также для мужчин и женщин определен перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Так каждый сможет проверить содержание холестерина и сахара в крови, сделать электрокардиографию, флюорографию, мамографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. После прохождения всех процедур пациент получит паспорт здоровья с результатами обследования и рекомендациями. Девиз «Заплати налоги и живи спокойно» поселился, если не в сердце, то в памяти каждого человека. Чтобы граждане так же хорошо запомнили свои налоговые права и обязанности, во всех налоговых инспекциях России проводят Дни открытых дверей. В Чувашии, как и по всей стране, эту акцию работники налоговых органов проведут 15 и 16 марта. Сотрудники инспекции подробно расскажут посетителям о действующем налоговом законодательстве, порядке декларирования доходов и о налоговых вычетах. Основная цель мероприятия – повышение уровня информированности населения о декларационной компании, о правах и обязанностях налогоплательщиков, побуждение налогоплательщиков к декларированию своих доходов и исполнению обязанностей по уплате налогов. Работники налоговых органов подробно расскажут посетителям о действующем налоговом законодательстве, о порядке декларирования доходов, о порядке получения налоговых вычетов. Впервые всероссийские дни открытых дверей для граждан были организованы 20-21 апреля 2012 года. Тогда в Чувашии на приглашение налоговых органов откликнулось более 2,5 тысяч жителей Чувашской республики, после чего поступило 2000 налоговых деклараций. На период дня открытых дверей во всех инспекциях вводится особый график приема декларантов. 15 марта с 9 до 20 часов, 16 марта с 9 до 16 часов 45 минут. Приглашаем жителей республики на дни открытых дверей налоговой инспекции. В дни открытых дверей специалисты налоговых органов помогут всем желающим правильно заполнить и распечатать налоговую декларацию. К тому же гражданам будут предоставлены компьютеры с доступом к онлайн-сервисам УФНС. Так что жители республики могут воспользоваться отличным шансом не только повысить налоговую грамотность, но и получить квалифицированную помощь профессионалов. Екатерина Мытикова, Александр Петров, Республика. Машинно-тракторный парк Чуваш-Автодора пополнился 15-ю новыми КАМАЗами. Ключи от новой техники сегодня получили механизаторы районных филиалов. Гладкий асфальт и чистые дороги. Работу дорожных рабочих мы замечаем и отмечаем каждый день. Акционерное общество Чуваш-Автодор стремится сделать ее качественно и быстро. Многолетний опыт показывает, для этого необходимо поддерживать машинно-тракторный парк в боевой готовности. В прошлом году мы закупили 98 единиц автотехники на 270 миллионов. В этом году уже заключен договор на 100 миллионов. Сегодня первый этап. Мы вручаем 15 единиц КАМАЗа. Вторым этапом в конце апреля у нас импортные техники. Это асфальт-укладчик, импортные катки, автогрейтер импортный. Ключи от новых КАМАЗов из рук заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Степанова и генерального директора Чуваш-Автодора получили механизаторы, которые будут на них работать. Железные кони прямо рвутся в бой с бездорожьем. Хотелось бы, конечно, оправдать доверенную технику. И стараемся, чтобы было меньше аварий. И чтобы наши дороги льдом никогда не покрывались. Чтобы был только асфальт. Еще раз асфальт. Впереди у автодоровцев горячая пора. Как только растает снег, начнутся ремонтные работы. Готовы и к новым проектам. Для этого достаточно и специалистов, и техники. На предприятии трудится около полутора тысяч человек. КАМАЗы, которые мы сегодня получаем, они имеют двойное назначение. В летнее время они участвуют на стройке, на строительстве автомобильных дорог и искусственных сооружений. А в зимнее время мы их можем использовать для содержания. У нас есть съемные пескоразбрасывающие устройства, которые в случае необходимости в течение двух часов можно смонтировать на эти машины. И можно использовать для содержания дорог. Новая техника приступит к работе уже завтра. И мы еще не раз увидим КАМАЗы и асфальтоукладчики, грейдеры и дорожные фрезы с эмблемой Чуваш-Автодора на наших дорогах. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова